Я всегда работала фитнес-тренером. Лет 12 назад индустрия поднималась с маленьких подвали фитнес-клубов. Я тоже в том числе работала там. Я переехала после окончания пятого курса в Санкт-Петербург. Работала там два года. И после этого три года у меня был заграничный опыт работы в Китае, тоже в сети фитнес-клубов в нескольких городах. В Барнауле, я знаю, практически всю фитнес-индустрию не хотелось, чтобы это было похоже на формат Барнаула. Ну, в принципе, и в дизайн. Мы вложили тоже идею отличную от ярких красок фитнеса. Нам больше хотелось камерности. И так как мы с акцентом на персональной тренировке, поэтому, ну, как бы камерность – это наш такой формат. Мы быстро набрали темп популярности. На сегодняшний день, я считаю, у нас очень классная, крутая команда специалистов, действительно специалистов, разбирающихся в своем деле. У каждого свое какое-то направление, пилатес или конкретная реабилитация, или силовые тренировки, жиросжигание. Я считаю, что получилось собрать очень разносторонних, но максимально компетентных людей в нашем коллективе, которые могут обеспечить, в принципе, ну, любой запрос. Коронавирус на нас очень сильно повлиял. Мы, конечно, пытались хоть как-то выйти из ситуации, проводя прямые эфиры, персональные тренировки онлайн, мини-группу онлайн также мы в зуме вели. Но это не тот уровень работы, к которому мы привыкли. И это не тот доход, естественно. У нас была очень низкая цена. Мы ушли в конкретный минус. Для меня предпринимательство, наверное, да и не наверное, это просто вся моя жизнь. Если ты открыл какое-то свое дело, то есть ты должен в нем быть погружен максимально. Только тогда ты сможешь увидеть детали какие-то, на которые обращают внимание клиенты. Для меня понятен только формат, когда ты максимально вовлечен в каждые деньги в свое дело. Тогда получается дело с душой и искренне, и обратная связь от людей, ну, она максимально чувствуется.